так всем щербет дорогие друзья сейчас показываю вам прикольную приколюху которая я не знаю называется она вообще баглайт да но мне она напоминает такую вода мерку фонарик вода мерка почему-то сразу которые по воде так передвигается так значит давайте посмотрим 6 люмен то есть три уровня три режима такой самый яркий если это можно так назвать яркий 6 люмен минимальный один люмен вот на максимальном режиме 10 часов на минимальном 22 часа ipx 4 защита то есть не боится дождика и cr-2016 батареечка вот видите способы использования можно просто чтобы на столе там стоял можно прикрутить его где-то там к рюкзаку прицепить и так далее то есть вот эти вот ножки они гнутся и он то есть реально может танцевать брейк-данс да может там может ходить вот так вот ну и так далее так же у него здесь висит карабинчик с помощью которого его можно подцепить куда-нибудь чтобы он висел но вот такая прикольная штучка значит что можно сказать ну давайте для начала включим то есть вот три режима еще строп есть максимальный минимальный и строп для кого не знает сразу поставляются они не вак то есть не активные там мы нажимаем он загорается отпускаем он тухнет его надо же зажать и подержать вот так вот сейчас мы держим горит то есть это такой пробный режим после этого вот он должен сейчас погаснуть там около 15 секунд все он погас все теперь он активирован и он входит свой рабочий режим чтобы его опять вернуть в демо режим и нужно опять вот так вот зажать и подержать вот такой прикольный фонарик единственное что я хочу сказать о нем то есть весит он тоже совсем практически ничего я не знаю какие то пару грамм прикольная вещь если с собой взять поход но не могу не сравнить раз уж пошла такая пьянка как говорится можно так вот там закрутить куда-то да он так вас обнимет и будет светить куда нужно в любом направлении но не могу его не сравнить допустим с тем же всем известным тюбом до компании night core то есть если сравнивать с данным тюбом почему я сравниваю потому что цена у них примерно одинаковая сравнивать с вот этим тюбом тот который т-360 на шаровой опоре который можно тоже вращать во все стороны тут ладно ладно да два раза дороже сравним с обычным тюбом ну почему допустим если это американская компания это американская компания но почему в тюбе догадались сделать до мощность 45 люмен при которой вы свободно можете идти освещать себе там под ногами что то здесь мощность 6 люмен давайте вот сравним то учитывая то что в тюбе половина в коробку уходит если понимаете да вот этим вот ручком я не освещу ну даже в сортир грубо говоря наверно не схожу если уж так так вот припечет ночью куда-то в лес сходить потому что ну слабенький очень это найти дверную скважину и что-то в блокнотике посмотреть плюс элемент питания cr2032 ну вот догадались же люди сделать встроенный аккумулятор и зарядку вот юсби ну почему не сделать то же самое здесь цены ему не было если здесь вот был бы такой же самый слотик nightcore это вам на заметку вот так раз открыли вставили зарядили все пошли пользоваться спокойно нет я должен им попользоваться буквально да сколько там 10 часов ну понятно что 10 часов светить не будет хотя тюбом я пользовался просто как ночником я на вот таком минимальном режиме и выложил в темной комнате и ночью просыпаешься то есть можно найти выключатель спокойно и не парился о том что мне нужно будет потом менять батарейку которая стоит там грубо говоря 30 гривен да это cr2032 и здесь же я его даже использую в качестве ночника понимаю что мне ну там пару дней попользоваться придется менять батарейку батарейка стоит денег здесь я просто вставил юсби шнур зарядил его и все то есть при всем достой при всех достоинствах для меня эти два решения непонятных непонятных почему здесь только 6 люмен непонятно почему нельзя было сделать встроенный аккумулятор 21 век на дворе вот в остальном ну как бы вещь да прикольная в принципе на пробу можно взять где-то с ней там полазить походить как она что она вот как-то так пишите что вы думаете думайте что вы пишете я хотел сказать пойдемте светить но не вижу в этом смысла все и так видно ясно и понятно с вами был еще разок увидимся пока